Привет всем! Сейчас будет очень полезное видео. И каждый турист, который не хочет тратить лишние деньги, отправляясь на отдых в Шарм-Аль-Шейх, да и на любой египетский курорт, обязательно должен его посмотреть. 80% всех туристов, прилетающих отдыхать в Египет, непременно едут на экскурсии. А все потому, что в этой стране достопримечательностей, созданных и природой, и человеком, огромное множество. Если вам не жалко своих кровно заработанных, конечно, можно купить тур у отельного гида. Это обойдется в 2-3 раза дороже реальной стоимости экскурсии, но такой вариант существует. Также можно купить тур у уличных гидов. Их в Шарм-Аль-Шейхе множество. Но в данном случае есть три минуса. Во-первых, ища такого гида, договариваясь с ним, вы тратите свое драгоценное время на отдыхе. Во-вторых, чтобы купить тур у уличного гида по хорошей цене, придется долго и упорно торговаться. А в-третьих, уличные гиды предлагают только часть существующих экскурсий, каждый из них занимается только своим направлением. Лично я считаю, что выгоднее и удобнее всего покупать экскурсии онлайн. Это можно делать, находясь еще дома или находясь уже на отдыхе. Лежишь на лежаке возле бассейна, пьешь коктейль, зашел в телефон, 3-5 минут подобрал то, что тебе нужно, заказал онлайн. И все это не отрываясь от отдыха. Если кто-то думает, что это сложно и он не разберется, хочу вам сказать, что это элементарно. И сейчас я вкратце покажу, какие есть предложения и как это сделать. Как по мне, самое надежное и самое проверенное онлайн-турагентство по продаже экскурсий – это турагентство «Империя туризма». Турагентство работает уже много лет, его владелец – местный египтянин. Поэтому он, во-первых, очень дорожит своей репутацией, а во-вторых, ему не приходится кормить длинную цепочку посредников, поэтому цены на туры действительно шикарные. Ссылку на сайт я, конечно же, оставлю под этим видео, но покажу, как можно найти его и другим способом. Зайти можно как со смартфона, так и с компьютера или с ноутбука. Пишем в поисковой строке «Империя туризма 24». И заходим на сайт «Империя туризма 24.ком». В принципе, слоган сайта уже говорит о его характере – «Экскурсии в Египте без посредников напрямую от организатора». На сайте мы можем выбрать, из какого курорта мы хотим отправиться на экскурсию – «Хургада», «Шарм-аль-Шейх» или «Мар-Салам». Также снизу написан ряд преимуществ. Без предоплаты, трансфер из отеля, русскоговорящий гид, цены ниже, чем в отеле, страховка включена и встреча в аэропорту. То есть, если вы прилетели не по пакетному туру, то вас могут встретить и отвезти в отель. Итак, выбираем «Шарм-аль-Шейх». Пролистав страничку, становится понятным, что на сайте множество экскурсий на любой вкус и буквально на любой кошелек. Конечно, все экскурсии мы разбирать не будем, обратим внимание только на самые характерные. Дельфинарий – 22 доллара, сафари багги плюс квадроциклы – 35 долларов. То есть, вы сначала катаетесь на маленьких машинках, а потом на квадроциклах. Но еще более интересная цена – просто сафари на квадроциклах. Всего 13 долларов. Как правило, стоимость этой экскурсии у отельных гидов – 30-35 долларов. Причем, чем в более элитном отеле вы отдыхаете, тем большую стоимость вам будут называть за экскурсии. Здесь же стандартная цена для всех, не нужно ни в чем разбираться и ни с кем торговаться. Следующими идут очень интересные экскурсии, на которых я, честно сказать, не был, но с удовольствием бы туда поехал. Это экскурсии 5 в 1 и 4 в 1. Всего за 30 и за 24 доллара. Зайдем на Discovery 5 в 1 «Голубая дыра». Это путешествие на весь день, где в одной экскурсии прячется целых 5. И таким образом вы видите очень много и получаете целый спектр эмоций. Стоимость для взрослого – 30 долларов, для ребенка – 15 долларов. Что входит в экскурсию? Пешая прогулка по каньону – 1 час. Катание на квадроциклах – 40 минут. Катание на верблюдах вдоль берега. Это не то, что вы залезли на верблюда 1 минута и уже пора слазить. И купание, снорклинг в заповеднике «Голубая дыра». Причем сразу на сайте предупреждают – возьмите с собой маску и ласты, чтобы не тратить лишние деньги и не брать их на прокат. Также в экскурсию, что немаловажно, когда вы едете на весь день, входит обед. И еще один показатель того, что сайт не думает, как бы дополнительно навариться на туристах. Под каждой экскурсией есть очень ценные советы, которые помогают вам сэкономить. Напоминают, что обязательно нужно взять с собой – паспорт, воду, очки, арафатку, купальные принадлежности, полотенце, удобную обувь, шлепки и теплые вещи в зимний период. Также стоит обратить внимание на интересную экскурсию в Шарм-эль-Шейхе «Батискаф». В чем привлекательность именно этой экскурсии? Благодаря вот такой субмарине с прозрачным дном, можно не спеша с удовольствием насладиться красотой подводного мира Красного моря. Причем сделать это могут абсолютно все, даже маленькие дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, или те, кто не умеют плавать или боятся. Такое удовольствие обойдется в 30 долларов. Причем вас заберут из отеля, привезут на пирс, покатают два часа на батискафе и отвезут обратно в отель. Так пристально можно смотреть на любую из экскурсий, ведь все они уникальные и интересные. Но я остановлюсь на последней, которую знают абсолютно все. Это поездка в Каир на пирамиды. В данном случае я хочу обратить особое внимание на стоимость. В империи туризма она составляет всего 45 долларов, или 35 долларов на ребенка. Такой низкой цены я не встречал нигде и никогда. Минимальная цифра, которую я слышал от отельных гидов, это 90 долларов, а обычно и больше. Здесь же сразу написан важнейший совет. Если вы, прилетая на отдых, уже изначально знаете, что поедете на пирамиды, то обязательно по прилету в аэропорту Шарм-Аль-Шейха купите визу за 25 долларов. Вообще туристам, которые прилетают в Шарм-Аль-Шейх меньше чем на 14 дней и не собираются отсюда выезжать, виза не нужна. Поэтому в аэропорту вам никто не подскажет это сделать. Вы самостоятельно должны найти вагончик или окошко, где вклеивают визы и попросить, чтобы у вас забрали 25 долларов и вклеили вам визу. Если вы этого не сделаете, то потом вам придется отдавать свой паспорт каким-то незнакомым людям на несколько дней, платить уже не 25, а 30-35 долларов и надеяться, что визу все-таки успеют вклеить до дня вашей экскурсии. Также на сайте есть интересная разбивка экскурсий по интересам. Исторические города и святые места, морские экскурсии, сафари и экстрим, и трансфер. Войдя в один из этих пунктов, например, сафари и экстрим, помимо всех экскурсий данного типа, справа мы увидим окошко, которое дает нам возможность заказать обратный звонок с сайта. Пишем свое имя, номер телефона, выбираем мессенджер, WhatsApp, Viber или Telegram, в котором хотим, чтобы с нами связались. Нажимаем отправить и ждем, пока менеджер турагентства свяжется с нами, чтобы подобрать тур. Но в правом верхнем углу есть номер телефона, по которому мы самостоятельно можем написать в турагентство в любом удобном мессенджере, в WhatsApp, Viber или Telegram. С экскурсиями, которые можно купить, разобрались. Теперь о том, чем кроме снорклинга и пляжного отдыха можно самостоятельно заняться в Шарм-Аль-Шейхе. Сразу хочу сказать, что покупать обзорную экскурсию хоть у отельных гидов, хоть у кого-то другого ни в коем случае не стоит. Ничего интересного, кроме вот этого памятника дружбы народов, вам не покажут. И то, как по мне, достопримечательность довольно сомнительная. Вся остальная экскурсия будет сводиться к посещению дорогих магазинов и бутиков. В Шарм-Аль-Шейхе есть три места, которые более всего привлекают туристов. Это старый город с вот такой великолепной мечетью в центре, Наама-Бэй и Сохо. По степени привлекательности эти места в моем рейтинге располагаются именно в таком порядке. Активная жизнь и активная работа на всех этих локациях начинается часов после пяти вечера. Поэтому сюда можно приехать после ужина в отеле или вообще пропустить ужин в отеле, а сходить в один из десятков рыбных ресторанов. Доехать на такси из любой точки Шарм-Аль-Шейха в старый город в Наама-Бэй или в Сохо можно буквально за несколько долларов. Старый город. Я думаю, что посетить Сохо логично, если ваш отель находится где-то недалеко от него. Если же в Сохо ехать минут 30, то, наверное, оно того не стоит. А вот побывать в старом городе и в Наама-Бэй я бы советовал. Тем более, что в этом году там сделали существенные реновации. И эти места, которые и так были хороши, еще более преобразились. А вообще, любые экскурсии и познание чего-то нового это прекрасно. Так что в этом плане Египет страна возможностей. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным для вас. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал Мечта Путешественника. У нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на одну из конечных заставок, чтобы посмотреть следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений и помните, жизнь прекрасна, когда в ней есть место для путешествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...